Всем привет! Меня зовут Виталий, добро пожаловать во вторую серию урока о 3D сканировании с помощью фотокамеры. В предыдущем уроке я рассказал вам, как правильно производить съемку для фотограмметрии. А в данной серии вы узнаете, как собрать облако точек из полученного материала и сделать high poly mesh с текстурой. Для работы нам понадобятся две основных программы, это Visual SFM и Mesh Lab. А также нам потребуется установить дополнение CMVS для Visual SFM. Ссылки на все программы вы сможете найти в описании. Ну что ж, приступим. Для начала нам нужно загрузить наши снимки в программу Visual SFM. Для этого идем в File, Open Multiple Images и указываем наш сет фотографий. Сейчас нужно подождать несколько секунд, пока программа загрузит снимки. После того, как все фото будут загружены в программу, вы увидите соответствующую информацию в логе. Далее нам нужно нажать кнопку Compute Missing Matches. После этого программа начнет вычисление. Это займет пару минут. Сразу же после завершения вычислений нам нужно нажать кнопку Compute 3D Reconstruction. И опять же немного подождать. Следующий шаг это запуск построения плотного облака точек. После нажатия на кнопку CMVS нужно указать путь к будущему файлу. Мы создадим его в папке Model. Программа начинает строить плотное облако точек. По завершению вычислений вы увидите время, потраченное на построение плотного облака точек. На первый взгляд в сцене ничего не изменилось. Но если нажать клавишу Tab на клавиатуре, то можно увидеть наше плотное облако. Визуал SFM нам больше не понадобится. Теперь открываем программу Mesh Lab. Нажимаем кнопку Open Project. И выбираем файл, который ранее был сгенерирован в Visual SFM. В нашем случае это Model NVM. Подождем пока программа загрузит облако точек. Далее нажимаем кнопку Show Layer Dialog, чтобы увидеть список слоев проекта. И идем в File и жмем Import Mesh. Здесь выбираем файл Model.0, который был построен также в Visual SFM. После загрузки мы увидим, как два облака точек наложились друг на друга. Перед тем, как сгенерировать Mesh, нужно удалить лишние вершины из плотного облака точек. Для этого выбираем инструмент Select Vertex и выделяем все ненужное. После этого жмем кнопку Удалить. После удаления лишних точек идем во вкладку Filters, Point Set и выбираем Surface Reconstruction Plus Zone. В появившемся окне мы видим четыре параметра. Octave Depth мы выставляем 12. Этот параметр отвечает за качество и скорость реконструкции. Solder Divide мы установим 8. Это самые оптимальные параметры для скорости и качества. Теперь нужно подождать несколько минут, пока программа построит High Poly Mesh. Как только Mesh будет построен, можно отключить облако точек, выбрать наш Mesh и обязательно выполнить следующее. Filters, Selection, Select Non-Modefold Edges, Apply. И нажмем Delete на клавиатуре. Это необходимо сделать для генерации корректной текстурной развертки. Теперь можно генерировать текстуру. Для этого я делаю Filters, Texture, Texture from Registrate Rasters. Размер текстуры укажем побольше, так как автоматически сгенерированная развертка не является оптимальным. Остальные параметры оставим по умолчанию. Нажмем Apply. Как только процесс будет завершен, мы увидим наш Mesh с текстурой. Теперь можно нажать Close. На этом все манипуляции в программе MeshLab завершены. Осталось только экспортировать модель в привычный для 3D-редакторов формат. На этом второй урок закончен. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить последний урок из серии, в котором вы узнаете, как оптимизировать High Poly Mesh для использования в игровом движке.